МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Двойная радость, двойное счастье, двойная забота, двойной риск, всё это близнецы. И, разумеется, двойное количество вопросов. Пойдемте, будем искать хотя бы некоторые ответы. Программа выходит за поддержкой торговой марки Молфикс. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Вы не из двойной случайно? Нет, но это главное не было. Нет, но мы о двойняшках. Давайте узнаем тогда, что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Оля сказала, что будет пилотом. Я буду продавцом, потому что я денежки люблю. Она копия мамы. Ира как копия папы, потому что она ночью бьет туда-сюда, туда-сюда. Я папа номер два. Егор любил спать с мамой, а я любил с папой, а теперь наоборот. Ника заплела хвостиком, мне косичку. Я люблю красный цвет, фиолетовый и розовый, еще бордовый и темно-розовый, еще свет. А я люблю оранжевый. Егор любит кашу, а я не очень люблю. Я больше люблю перо такое надавленное и сосиску, еще. Еще она не ест охоти, а я ем. Это бывает еда. А у Леры есть помидоры. Всегда скучаем. Одна без другой никуда не пойдет. Можно одновременно играться, чистить зубы, одеваться. Мы даже, у нас даже кровати вместе стоят. Да, то, что у меня хочется, Ера тоже хочет. То, что у нее я тоже хочу. Это у нас так бывает. Оле понравилось, мне понравилось. Это заканчивается плохо. Позавчера, как папа приготовил пиццу, мы дрались за последний кусочек пиццы. Мне достался маленький, а Ера большой. В общем, заметьте, заметьте, ни один из наших экспертов практически ничего не говорил о том, что мы там вместе кашляем, или мы там болеем по-разному, или мы болеем больше других. Главные проблемы в жизни, как это выясняется, относятся не к области медицины, как всем кажется, а именно к области педагогики, психологии, отношений в семье несчастной, ничего не успевающей мамы. И, собственно говоря, именно об этом нам пришлось говорить на приеме. К вам приходила Ольга Громова. Давайте посмотрим. Чтобы не скучать в Украине, по родной Англии, бизнесмен Саймон Джекман и его супруга, дизайнер Ольга Громова, построили в пригороде Киева особняк в стиле английского замка. В этой семье знают, что такое личность сейчас повар, шопинг в лучших бутиках мира, и даже сейчас лишь самолет. При всем при этом, их родительские заботы такие же, как у всех. Об этом и о непростых взаимоотношениях их младших деток-близняшек. Эндриэрио. Как-то рассказала Ольга Громова при встрече доктору Комаровскому. Невероятно было сложно, потому что с двумя маленькими детьми очень сложно. Без режима, а жизнь вообще невозможна. То есть четкий режим очень помогал. И дети, как бы к нему привыкая, становятся более спокойны. Они чувствуют себя, я не знаю, мне кажется, больше в безопасности. Даже они маленькие, они не понимают, что стрелка часов. Но их биоритмы все-таки подсказывают, что все вокруг стабильно, и все всегда так будет. Мне кажется, это очень правильно. Но физически невероятно сложно. Потому что, когда начинает плакать один, сразу плачет второй. Только какой-то вирус принес один, приносит и второй сразу. Это всегда очень сложно. И вместе с тем безумно разные проблемы тоже. У одного есть аллергия на какие-то продукты, у другого нет. И поэтому нужно было даже питание делать совершенно разное. Очень сложно, если сразу будет. Я на самом деле, то, что вы сейчас сказали, очень важно, чтобы люди это услышали, потому что незнание или ошибки родителей удваиваются или утраиваются, их последствия в ситуации, когда вы имеете дело с близнецами. Когда мы не можем оптимизировать образ жизни так, чтобы один спал по ночам, то с двумя любые ошибки еще более актуальны. То есть сойти с ума, не выспаться, ну просто получить истощение моральное и физическое, в такой ситуации намного легче. Двойняшки – это вот та модель ситуации, которая показывает всем, что материнству или уходу за детьми адекватному надо учиться. Да, значит. Правильно? И если вы знаете, как помочь правильно одному, то тогда вам будет проще помочь двум. Хотя бы потому, что если один плюется, то и второй плюется. Непременно. Да, а если один... Вот как раз вы сейчас это сказали, видите, какая реакция. Мы потом это поймем все как установку к действу. Если доктор говорит, плюется, значит, это можно делать. Но поэтому, если один открывает рот и охотно глотает лекарство, то второй скажет, дайте мне две ложки этого вкусного лекарства. Если один лежит с гортишниками пять минут, то второй скажет, я мужик, я буду лежать десять. Но вопрос в том, что ни одному, ни второму, ни пять, ни десять они не нужны. Это вопрос уже третий. Вот тут для нас это очень важно. А то, что они выясняют друг с другом отношения, это инстинкты, на самом деле. Это действительно соперничество за все. За окружающую среду, за внимание мамы, за то, что здесь очень важно родителям с самого начала понять, что как только вы узнали, что у нас их несколько, вы уже должны понимать, что даже на секунду отдать предпочтение кому-то, вы эти последствия будете расхлебывать потом, в ближайшую неделю. Вот. И что самое сложное для нас, что одна из моделей наших действий по отношению к двойняшкам, это их разделять. Вот. Потому что они постоянно каждое свое движение, каждый свой поступок рассматривают через зеркало, которое постоянно рядом. То есть он любое свое действие пытается соизмерить с тем, кто рядом находится. И мы их должны научить вести себя каким-то образом без. А ведь родители сплошь и рядом поощряют. Это постоянное совместное. Комната у них одна, уроки одни и те же, они в одном классе, в одной школе, у них одни виды спорта и так далее, и так далее. Так вот, мы должны использовать в конце... А ну-ка, давайте, какие? Каким спортом ты занимаешься? Никаким. А, это правильно. А ты каким? А я восточными единоборствами. Вот так. А что делает сестрица? Я не знаю. В то время, когда братец занимается... Она или играет на iPad, или делает... Уроки. Уроки. А почему ты ответил вместо нее? Она у тебя плохо разговаривает? Ой. Интересно. Сказал ой, да? Да, ой. Поэтому, смотрите, вот сейчас, кстати, наша... Такая типичная ситуация. Да, это типичная ситуация. Она обычно будет типичной, если мы будем оставлять ее без внимания. Я проявил внимание по отношению к девушке, да? Юноше от этого стало не по себе. Как это так? Я обратился к ней, а не обратился к нему, да? Поэтому мы должны объяснять, что есть хоровое пение. Да, и есть гопак, который танцует целый коллектив. Если юноша это все очень хорошо знает, как дальше действовать? Вот знает, и все равно требует, вот знаете, быть директором вселенной во всех отношениях. А я вам расскажу. Как быть с юношей? На самом деле, надо играть в шкаф. Я вам сейчас расскажу. Ну, как бы мы эту тему обсуждали, допустим, когда рассказывали там про наказание, про истерики детей. Но суть какая? Понимаете, когда ваш ребенок захотел стать директором, и в доме нашлись подчиненные, Понимаете, характер проявляется, требования выдвигаются людям, которые подвластны изменениям. К сожалению, есть на ком эксперименты проводить, есть рядом сестра. Так вот сестра... Потому что мама, папа слишком харизматичны, с ним в эти игры не поиграешь. Вот, поэтому у вашего директора подчиненный только один, да? Но обратите внимание, я обратился к девушке, да? Вот, и не дождавшись ответа от нее, был удовлетворен ответом его. Тогда это неправильно. И вы в такой ситуации можете оказываться тысячу раз. Когда вы у нее что-то спросите, а тут прибежит директор, и начнет за нее отвечать. Потому что она не успевает даже подопраться. Так вот, поэтому, поэтому вы должны всячески подчеркнуть, и я это подчеркиваю, что когда я обращаюсь к девушке, то меня интересует ее мнение. А если я буду не удовлетворен ее мнением, я обращусь к директору. Да, а кто ж ты? Ну, давай еще раз, вот представим себе ситуацию. Я у тебя что-то спрашиваю, да? Я спрашиваю у тебя, дорогой мой, сколько будет трижды три? Деньги. Ты слышала мой вопрос? Ответ, ты помолчи, хорошо? Молчишь? Я тебе, смотри, я у него спрашиваю, а ты отвечаешь. Договорились? Тебе сейчас нужно... Скажи мне, пожалуйста, сколько будет пятью пять? Двадцать пять. Куда ты летишь? Ой. Давай еще раз, давай еще раз. Сколько будет дважды два? Четыре. Смотри, что получается? Получается, вроде как ты глупый, да? Ты не знаешь, сколько будет дважды два, а она умная. Тебе это приятно? Да. Да, тебе приятно, когда все будет лучше. Я умнее ее все равно. Замечательно. А вот теперь смотрите, к чему мы подходим. Сейчас. Эль все равно умнее. Да. Все, вот я все равно умнее. На самом деле, потом когда-нибудь он поймет, что по-настоящему умная женщина никогда не покажет, что она умнее на самом деле, да? Правда? Поэтому, может быть... А Дрюша, это ты слышал? Поэтому есть люди умные, да? А есть люди мудрые. Поэтому, возможно, ваш мальчик умный, а ваша девочка мудрая. Так и есть. Вот и замечательно. Так и есть. И вы уже пришли с вами к консенсусу, и вас это устраивает, и меня как доктора это устраивает. Понятно? Для меня главное, чтобы их отношения не влияли на ее безопасность. Вот это для меня очень важно. И тут я готов сражаться за нее, да? В данной ситуации. Но на самом деле она, это модель будущей жены просто, о которой может мечтать любой вообще мужчина на земном шаре, понимаете? Потому что вынести директора с малолетства, да? Она научится ладить, то есть ей любой муж будет счастьем, на самом деле, да? И вы это уже прекрасно понимаете. Так может, нам надо вашего директора не рассматривать, в отрицательном смысле? Может быть, он наоборот сформирует мудрость. Нет шанса, что у этого директора встретится такая же супруга. Вот ему в этом плане повезло меньше, однозначно. Потому что найти столь терпеливую женщину ему в жизни будет труднее. Но для этого ему придется стать не умным, а мудрым. Этому не научишь, к сожалению. В общем-то, действительно, как вы видите, проблем психологических очень много. Неудивительно, что когда речь идет о двойняшках, близнецах, чаще, конечно, ходят не к педиатрам, чаще ходят к педагогам, к психологам. И больше, конечно, эти проблемы обсуждаются на таком уровне. Тем не менее, медицинских вопросов тоже множество. О чем спросить у педиатров всегда есть. Давайте отвечать на вопросы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если вот все-таки мамочка узнала, что у нее двойна, это 100% неестественные роды, то есть кесарева? Ответа на этот вопрос однозначного нет, потому что когда вообще произносится фраза «Узнала, что у меня двойня», да? На самом деле надо еще много чего знать. Какая двойня? Вот на самом деле всем же кажется, что вот двойня, она и есть двойня. У нас огромное количество людей не может понять, какая разница там между двойняшками и близнецами, да? Ну, в школе ж такому не учат, да, правда? Более того, с точки зрения, опять-таки, медицинской науки, вот близнецы и двойняшки – это примерно одно и то же. Это термины, на самом деле, народные. Медицинская наука таких терминов не употребляет. Медицинская наука говорит о том, что есть такое понятие «многоплодная беременность», да? То есть с точки зрения природы, биологии, женщина рассчитана на то, чтобы нормально выносить, родить и прокормить одного ребенка. Вот организм женщины к этому готов, природой, биологией, да? Но бывают чудеса, и когда в одно время появляются на свет более чем один ребенок, да, то вот это и есть фактически близнецы. Но близнецы бывают разные. Давайте, ну, очень так поверхностно, примитивно попытаемся объяснить, в чем разница. Тут кое-что надо очень так простенько нарисовать. Вот смотрите, дорогие мои, представьте себе, вот жила-была яйцеклетка, к ней прибежал кто? Сперматозоид, да? Он так. И получилось у нас плодное яйцо. Плодное яйцо. И вот это плодное яйцо на умном медицинском языке, хотя вы это все учили в восьмом классе средней школы, называется зигота. Зигота. Какая будет жизнь дальше у этой зиготы? Из нее вырастет детеныш. Все. И будет один ребенок. Но иногда, в первые часы или иногда дни после оплодотворения, по каким-то совершенно непонятным причинам, вот эта зигота делится на две части. И каждая часть начинает расти сама по себе. Понятно? То есть они абсолютно генетически одинаковые. Была одна яйцеклетка. И один сперматозоид. У них абсолютно один набор генов. Это понятно? То есть они ничем друг от друга не отличаются. То есть это не просто близнецы, а какие монозиготные. Моно одни. Понятно, да? Возможно, ситуация другая. Созрело одновременно две яйцеклетки. Две. И тут прибежала целая куча особо активных сперматозоидов. И в один момент были оплодотворены сразу две яйцеклетки. И они начали расти. То есть фактически они отличаются друг от друга точно так же, как братья и сестры, рожденные в разное время. Разная яйцеклетка, разные сперматозоиды, разный набор генов. Понятно? Эти всегда одного пола. Эти могут быть одинаковые, могут быть разные. А представьте себе, а возможно такая ситуация, когда произошло оплодотворение, а потом это растет просто так, а вот это взяла и поделилась. И рождается двое одинаковых, и третий не одинаковый. То есть оказывается чудес может быть сколько угодно. У них может быть общий плодный мешок, а может быть два разных. То есть они могут плавать вместе, а могут быть разделены пленочкой друг от друга. У них может быть одна плацента общая на двоих, а может быть две. И оказывается, когда мы, да, ну уточним, что понятно, что вот это уже будет не монозиготная, а дизиготная беременность. Это понятно, да? Кстати, вот эти, которые разделились, разделились, в 25% случаев бывают зеркальными близнецами. То есть у одного родинка на правой щеке, у другого на левой. Один правша, другой левша, понятно? То есть такие варианты тоже будут. 25% детей, вы у нас не зеркальные? Мы зеркальные, она правша, я левша. Вот видите, как нам тут повезло с гостями сегодня, да? Так вот, оказывается, ответить на ваш вопрос, а получится или не получится, да, очень сложно, потому что все же может быть по-разному. Если они оба, и у каждого свой плодный мешок, и у каждого своя плацента, и оба головками вниз, и оба никак не переплелись друг с другом, да, так почему бы не рожать самостоятельно? Тем не менее, тем не менее, риск при естественных родах при многоплодной беременности намного выше. Поэтому не часто сейчас принимается решение о естественных родах при многоплодной беременности. Хотя возможности убедиться в том, что там все нормально с помощью метода УЗИ-диагностики, конечно же, есть. Поэтому решение можно принимать с намного меньшим риском, чем это было каких-то там 20-30 лет назад. Это понятно. Замечательно. Еще вопросы? Даллый Зостров. Даллый Зостров, скажите, пожалуйста, а правда ли, что рождение близнецов обусловлено генетически? На самом деле ведь медицинская наука до настоящего времени не знает, из-за чего вдруг, из-за чего вдруг яйцеклетка решила поделиться на две части. Ну это совершенно непонятно. Из-за чего вдруг созрела не одна яйцеклетка, а сразу две. Причем, кстати, эти две яйцеклетки могут созреть в одном яичнике, могут созреть в разных яичниках. То есть тут тоже куча всяких чудес бывает. То есть ответов на эти вопросы, как правило, нет. Нет. Когда при лечении определенных болезней или при осуществлении экстракорпорального оплодотворения вводятся специальные гормональные препараты, которые стимулируют рост большого количества яйцеклеток, это медицинская наука понимает. Но почему вдруг ни с того ни с того, без всяких лекарств вдруг появляется двойня, непонятно. Известно точно, что чем женщина старше, тем больше вероятность рождения таки двойней. То есть после 35 лет вероятность в несколько раз выше, чем в 20. Вроде как есть предположение, что природа таким образом пытается наверстать упущенное. То есть если она там вовремя не нарожала кучу, да, и решила рожать первый раз там после 35, давай сразу уже отстреляемся, чтобы было... Да. Есть опять-таки семьи, где в роду много двоя. Да. Понятно, что там генетическая вероятность выше. Есть разница, например, очень серьезная в зависимости от расовой принадлежности. Например, у чернокожих вероятность рождения выше двойней, например. В азиатских странах это редкость большая, чем у европейцев и так далее, и так далее. То есть и эти склонности есть. Поэтому, естественно, если вы выйдете после 40 замуж за афроукраинца, который из двойни, то шансы родить двойню у вас будут намного выше. То есть вы можете этим воспользоваться, в принципе. Спасибо. Евгений Олегович, добрый день. Подскажите, пожалуйста, у моей подруги, близняшки, девочки родились полтора месяца назад. И они родились маленькими, весом где-то 2 килограмма каждая. И доктор посоветовал им, чтобы температурный режим в квартире был 26-27 градусов и очень сильно их кутать. До какого периода или веса, или возраста нужно следовать этим рекомендациям? Ну, смотрите, конечно, на самом деле, когда двойняшки рождены с весом более 2 килограмм каждый, да, то это ох, как вашей подруге попернуло, вы себе даже не представляете, да. Но понятно, что, как правило, двойняшки все-таки очень часто недоношенные. И недоносить двое у него, это скорее правило, чем исключение. Доношенных многоплодных беременностей бывает очень мало, к сожалению. Так вот, они недоношенные с максимально возможной вероятностью. У них низкий вес, то есть у них мало подкожно-жировой клетчатки. То есть у таких детей однозначно незрелые механизмы терморегуляции. И очень серьезное правило ухода за недоношенными детьми, за маловесными, их переохлаждать уж точно нельзя. Поэтому мои рекомендации для вашей подруги, 26 градусов, это нормально, до достижения веса 4 килограмма. После 4 килограмм начинаем плавно снижать температуру в комнате и выходим на тот самый оптимальный режим, 20-22 градуса. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, правда ли, что у Близнецова существует такое утверждение, что у них очень схожи характеры? Давайте узнаем. Скажите, девочки, у вас похожие характеры? Нет, у нас очень разные характеры. И вот как раз разные характеры, это скорее правило, чем исключение, на самом деле. Это говорит о том, что как устроены человеческие мозги, на самом деле, не знает ни одна живая душа. Наверное, если бы у них были одинаковые характеры, им бы очень трудно было. Они бы протягивали всегда руку к одному и тому же предмету. А так у них есть шансы хоть в чем-то быть независимы друг от друга. Это облегчает существование. Как вы знаете, когда у мужа и жены одинаковые характеры, шансов им мирно прожить долгую жизнь очень мало, правильно? А вот когда характеры противоположные, тогда есть шансы на счастливую многолетнюю близость. Вот Близнецы как раз демонстрируют чудеса приспосабливаемости друг к другу. Демонстрируют разный характер, разные желания. Родители этого не понимают очень часто. Потому что, на самом деле, когда у вас рядом с вами две девочки или два мальчика, которых вы сами путаете, да, то вам завидуют все вокруг. Понимаете? То есть это чудо, от которого невозможно оторвать глаза, да? И вот на самом деле, видите, у нас, вот у нас, вот эта фраза, что люди скажут, да, это все, это определяет нашу вот отечественную ментальность. И когда вы с двумя одинаковыми куклами на руках выходите из дома, вы точно знаете, что все скажут, вау, я тоже хочу, я тоже хочу. А если эти куклы будут одеты в разную одежду, то не все догадаются, как вам в жизни повезло, понимаете, да? Поэтому они разные, а родители это не устраивают. Им надо, чтобы было одинаковое. Поэтому у них одинаковая одежда, одинаковое платье. Смотрите, ведь на самом деле, как здорово, казалось бы, да, этой купили платье, и этой купили платье. И они разные. Это поносило ей надоело. Как удобно, как выгодно. Поменяли местами. Так я бы в жизни не покупал одинаковое. Вот лично я. Это же как можно сэкономить, вы понимаете? Купили два разных платья, вроде как, да, и обеим хорошо. А они до сих пор привыкли так. Нет, на самом деле, я вам очень благодарен, что вы пришли именно так. Пусть все нам завидуют сегодня. Потому что нам нравится одинаково одеваться. И вам нравится так. Почему? Да, это интересно. Потому что вы, это нормально для женщины, выделяться в толпе. Это инстинкт. Это женский инстинкт. Если женщина прошлась в толпе, и на нее никто не обернулся, она начинает себя плохо чувствовать. У вас, обеих, стопроцентные шансы. Везде вы не останетесь незамеченными. Как вам повезло. И вы этим пользуетесь. Да, да, да. То есть, на самом деле, с одной стороны, я чисто психологически понимаю вас, понимаю ваших родителей. Но я, тем не менее, хотел бы объяснить всем, да, что не часто удается двойняшкам девочкам встретить таких же двойняшек мальчиков. С разными характерами. Это практически нереально, и иногда хочется каждому что-то другое. Да. И в конце концов, вы все время привыкли видеть себя в зеркале, да, и потом вдруг вы теряете на каком-то этапе возможность видеть друг друга постоянно, да. И для многих близнецов понятно, что это становится очень серьезной психологической травмой. И, конечно, именно с этой позиции, чтобы не было серьезных психологических травм в будущем, родители, которые думают именно о счастливой семейной жизни своих близнецов, должны постоянно подчеркивать их индивидуальность. Вообще, для реализации в жизни надо все время быть готовым к тому, что тебя невозможно повторить в окружающем мире. И вам друг другу все время придется это доказывать, да. Что вы успешно делаете, судя по всему. Я хотел бы на самом деле, вот, обратить внимание на очень-очень существенный, очень существенный психологический момент. Вот на это я фиксирую ваше внимание. Дело в том, что двойня, ну и близнецы, двойняшки, это мечта, мечта очень многих женщин. Очень хочется отстреляться за один раз, один раз отходить к врачам, один раз пройти через роды, пусть через кесарево стечение, один раз отмучиться год, стать матерью двоих детей и закрыть для себя эту тему. А если еще и одновременно мальчик и девочка, так просто выполнила план на 200%. И вы понимаете, на самом деле, когда мы видим вот этих вот детей, то мы невольно забываем о том, что те дети, которых мы видим на улицах, хоть и одинаковые детеныши, это верхушка айсберга на самом деле. Многоплодная беременность является однозначно огромнейшей нагрузкой на организм женщины. И однозначно плод один из. Не дополучает в полном объеме всего, что ему надо. И вероятность последствий, осложнений, болезней, и болезней плода, и болезней женщины, и токсикоза, и недоношенности, и эклампсия, и различные нарушения кроветворения, и проблемы с сосудами, с венами у женщины. Многократно выше, многократно, еще раз, речь идет о разах. 4-10 раз выше вероятность всех возможных осложнений беременности. То есть на самом деле, многоплодная беременность это огромный риск. Огромный риск. И когда у вас диагностирована многоплодная беременность, это говорит только об одном. Да, это радость, как любая беременность для нормального человека. Но это повод быть очень осторожным, не отходить далеко от медицинских работников, не экономить на медицинских работниках, и так далее, и так далее. Без них никуда. Я уже не говорю о том, что когда вы появитесь на свет, опять-таки придется очень сильно дружить с адекватными педиатрами. АПЛОДИСМЕНТЫ Евгений Олегович, как правильно кормить грудью? Одновременно или по очереди? Давайте, дайте мне детеныша, Луиза Васильевна, он страшненький у нас такой. Понимаете ситуацию? Ну, во-первых, есть специальные инструкции, как кормить грудью двойню. Их держат вот так. Вот так прикладят. Одного и второго. Вот так. То есть не вот так, а вот так. Вот так вроде получается. Но, тем не менее, это безумно сложно. И все-таки основная масса педиатров рекомендует кормить их по очереди. Сначала одного, потом другого. Тут дальше начинается главный вопрос. Кого в первую очередь, да? Одного только к одной груди, другого к другой и так далее. Значит, перед тем, как мы решаем, как кормить, мы сначала должны ответить на вопрос. Они у нас одинаковые, то есть по состоянию здоровья. Или один слабенький, а второй сильненький. И один толстенький, другой. Короче говоря, всегда начинаем с того, кто вызывает большее опасения в плане состояния здоровья. Кормим его. Потом к этой груди прикладываем того, который поздоровее, пусть дососет. Потом к следующей груди. И меняем потом, если это первый вариант. Если мы вынуждены докармливать, и они у нас одинаковые, да? Покормили сначала одного, докормили в следующее кормление, меняем местами. То есть главное, полная одинаковость в такой ситуации. То есть главные рекомендации. Если они одинаковые, ни у кого не должно быть дискриминации. Груди по очереди, потом смесь по очереди. Понятно? Если они разные, то все условия для того, чтобы в первую очередь мамы на молоко поел тот, кто слабее. А потом уже докармливаем смесью. Это, понятно, вот как бы главные рекомендации. Но, сразу обращаю внимание, особое значение именно при кормлении грудью имеет режим. Попробуйте, имея двух детей, выполнить рекомендации по вот этому самому кормлению по требованию. Попробуйте. Вы будете кормить их 24 часа в сутки, пока вы не потеряете сознание. Поэтому, конечно же, первые 2-3 недели после родов, возможно, так и придется, чтобы кто-то постоянно на груди висел. Потому что надо, чтобы лактация была. Но, для двойни без режима никуда. Вот никуда. Это очень важно. И поэтому, вот то, что мы вам все время тут рассказываем, и о параметрах детской комнаты, и о том, как укладывать ребенка спать, и о том, с кем должен спать ребенок. Понимаете? И о том, как его кормить, и какие интервалы между кормлением. Вот именно в случае двойни каждая ваша ошибка приведет к тому, что сил у вас не будет никаких. Понимаете? И папа не будет знать, куда от вас спрятаться от всех, с вашими воплями и с несчастной, замученной мамой. Но, тем не менее, именно тогда, когда вы выполняете наши рекомендации, у вас есть все шансы и двойню вырастить, и сохранить здоровье мамы и папы. Потому что, поверьте мне, если ребенок ест с интервалом не менее двухчасового, оптимально три часа, и не дольше двадцати минут, если он гуляет или спит там на свежем воздухе, если он живет в чистой, прохладной, влажной комнате, если не бегают вокруг люди с какими-нибудь волшебными таблетками и с обогревателями, то можно и ребенка вырастить, и сохранить здоровье ребенку и себе. По поводу лактации хотела еще. Количество молока вырабатывается как для одного ребенка или как природа? Природа не предусмотрела два ребенка. Не предусмотрела. Природа предусмотрела две груди, чтобы пока одна ест, вторая восстанавливается. Вот так она предусмотрела. Понимаете? Даже у тех зверей, у которых двенадцать сися, как правило, двенадцать детей не рождаются. АПЛОДИСМЕНТЫ По поводу отношений детей двоих. Очень сложная ситуация, потому что они постоянно друг с другом дерутся, постоянно друг друга хотят ударить, шлюхнуть друг друга хотят. У меня очень большая проблема. У вас же мальчики тем более. Да, у меня два мальчика. Вы понимаете, мы пытались эту тему затронуть на приеме, вы понимаете, нам безумно сложно преодолеть инстинкты. Понимаете, инстинкт ребенка, инстинкт ребенка. Кто сильнее, тому больше молока. Кто сильнее, тот первый добежал до туши быка, которую папа приволок с охоты. То есть тот первый обратил на себя внимание лица противоположного пола. То есть это инстинктивно заложенная конкуренция. Которая опять-таки, если девочка будет активнее крутить попой, чтобы на нее обратили внимание, то мальчик будет размахивать руками и обижать окружающих. То есть ваша ситуация намного более серьезная. Что вы можете сделать? Главные правила. А. По возможности не оставлять это безнаказанным. Понимать, что когда как раз он обидел, то он не получит то, к чему он стремился. Это раз. Конечно же, в любом случае не должно быть разделения внимания. То есть если кому-то вы окажете внимания больше, это, конечно же, приведет к конфликтам. Но при условии, что у вас равноправное выяснение отношений. Но если кто-то сильнее, то, естественно, более слабо будет больше внимания. Но опять-таки я хочу зафиксировать ваше мнение на том, что нет рекомендаций единых, как выйти из этой ситуации. Вне всякого сомнения интенсивность выяснения отношений будет уменьшаться. Я имею в виду на физическом уровне. То есть драться они будут реже. Понимаете? И вам легче будет найти общий язык. Легче будет создать стимулы. То есть что я для тебя сделаю хорошее, если ты не будешь делать плохо своему брату, например. Но я эти мнения понимаю прекрасно, что оставить их вдвоем достаточно бывает рискованно. Я это прекрасно понимаю. Поэтому основы безопасности. Одно дело ударить рукой, другое дело ударить твердым предметом. Опять-таки шансы, что залезут куда-то не туда, разобьют что-то не то, у вас в два раза выше. Следовательно, глаз да глаз нужен. Следовательно, папе понадобится ровно в два раза большие доходы, чем среднестатистически. С чем хочется вас поздравить. Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, новорожденные близнецы могут спать в одной кроватке? Или это абсолютно... Я как раз за то, чтобы новорожденные детки спали в одной кроватке. Это на самом деле нормально совершенно. Большая проблема как раз не кроватка. Большая проблема у нас коляска на самом деле. Потому что, как вы понимаете... Это большая проблема. Это не просто большая, это огромная. Потому что, если бы хоть у кого-нибудь того типа, который проектировал наши лифты, была бы двойня, то он бы, наверное, удавился после того, как посмотрел бы на то, что он натворил. А попробуйте поставить коляску для двойни на нашем балконе в каком-нибудь панельном доме. Поэтому легче покупать две коляски, чтобы... Ну, я это прекрасно понимаю. Я своими глазами там видел несколько раз, как один дядя выходил, сначала выносится вот эта коляска, она снимается, как-то выносится. Потом эта железяка складывается. Боже! А если у вас есть грузовой лифт, а он же не работает сплошь и рядом. В общем, вот это кошмар. Поэтому я еще раз фиксирую внимание на то, что если у вас есть балкон, то нечего по улицам шастать. Понятно? Не надо. Найдите ту кроватку или ту коляску, которую вы сможете поставить нормально на балконе, и пусть они там спят. А кроватка вполне может быть одна, поскольку мама у них одна. И маме не надо носиться от одной кровати к другой. Другой вопрос в том, что когда они научатся самостоятельно покидать кровать, вот это и есть время, когда пора делать две разные кровати. Или когда они будут мешать друг другу спать. Обычно это начинается тогда, когда они начинают ползать. До этого вполне одной кроватки хватит всем. Я только очень прошу, это неправильно, когда один спит с мамой, а второй с папой. И даже если вы стали мамой двойней, это все равно не означает, что папу надо выгонять из кровати. Пусть он у вас такой волшебник, пусть у него такие активные сперматозоиды. Он заслужил быть рядом с вами. Все равно. Поэтому папа рядом с вами и рядом с вами большая кроватка, где спит двойня. Программа выходит за поддержкой торговой марки Молфикс. Я еще раз хотел бы обратить внимание на следующее. Мы неоднократно говорили вам о том, что родительство, родительство это не подвиг. Родительство это счастье, если вы научились вовремя родительству. Многоплодная беременность это промежуточная ситуация между подвигом и счастьем. Я надеюсь, что вы сделали правильные выводы. Мы встретимся через неделю. Всего вам доброго, удачных, многоплодных пей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!